Вы знаете, я вчера, когда это прочитала, чуть со стула не упала, потому что уж кто мне меньше всего напоминал борца с режимом, это Владимир Сальдо, это пан городской Голова, как в вечерах на кутере в Лиздиканьке. Мы встречались с ним, когда я вместе с Александром Памфиловой, она тогда была еще уполномоченная президентом по правам человека, привозили для одной из школ Херсона, значит, 10 компьютеров просто вручали в дар, потому что нам сказали, что там проблемы, ну там артистов привозили и так далее. Мы, значит, он совершенно не был похож на борца с режимом, был очень жизнерадостным человеком, никаких там мне вопросов по поводу, значит, возможных каких-то там сближений с Россией или как бы ребята тут помочь, ничего такого не было, хотя я сразу между людьми встречалась. Правда, вы знаете, я вспомнила, что ведь наш генерал Беседа, как пишется в прессе, он говорил, что 5 миллиардов потрачено на создание подполья, я вспомнила, что господин Сальдо все время подмигивал, но, может быть, он мне хотел сказать, что Татьяна, это я, я вот в подполье-то, если так пошутить, но вот так, вы знаете, совершенно абсолютно нет. У меня ощущение, что никакого подполья, никаких групп влияний вообще сформировано не было, серьезно, вот, и сейчас просто уже ловят, кто попался. Это тоже не очень хороший симптом для нашей биросийской стороны. Продолжение следует...